Вчера многие презентаций уже использовали сандарты ISO 31000. Мы должны все-таки вспомнить, что является главной философией ISO 31000. Я вам дам некоторые статические исследования, и мы поговорим о роли Глобального института в состоянии стандарта. Что мы видим часто? У многих людей есть идеи, как о риск-менеджменте. Они находятся в шахте, в яме, и эта картинка показывает, где вы находитесь, как о риск-менеджменте. И что такое риск? И многие скажут, что это соответствие требований, или аудит, или контроля, или страхования. И я делаю риск-манеджмент, вы делаете риск-манеджменты. Это, собственно, риск-менеджмент? И я спрашиваю. И давайте посмотрим. Если я спросил у инженера, что это риск, он будет думать о риске. Я спросил у инженера, и он будет думать о событиях. Менеджер будет думать о нём и он будет думать о событиях, о чемается испытание. И менеджер скажет, что это не определенность в достижении целей. Если мы говорим про здоровье, то это угроза, это вредность. Для финансистов это возврат инвестиций. Главная проблема, которая встречается в ИСО, это заменить стандартный, традиционный, понимаемый риск, какими-то комбинациями правильных событий и их последствий. И что такое новое определение? Риск — это эффект неопределенности на задачи. Значит, что компания, проект, вы, я имеете в виду цель, но мы не знаем, что мы можем достигнуть его, то есть это неопределенность, и вот эффект этой неопределенности и называется риском. И мы уже идем от идеи риска как события, когда мы говорим больше о задачах. И можно говорить о рисках, если мы не определились в своей задачи. Это очень важно, что риск привязан как задача. Сейчас, в вашей компании, у вас есть много инструментов. У вас есть финансовый аудит, эквивалентный риск, природный риск. Многие инструменты, которые были разработаны в вашей компании. ИСОС-1000, что вы делаете с всеми инструментами? И что вы будете делать со всеми инструментами? Вы что, сдадитесь? Что делает ИСОС-1000, что делает ИСОС-1000, и просто взять и стандартные инструменты, чтобы управлять всеми рисками, которые существует компания, чтобы мы могли с ними управляться, чтобы мы могли справиться с ними. И, конечно, это говорит о том управлении и о принятии решений и так далее, что связано с управлением рисков. Я по многим разговаривал, и многие спрашивали меня, какая является самая главная идея ИСОС-1000? Итак, здесь есть один слайд. В один слайд вы пытаетесь отразить философию ИСОС-1000. Вы видите риск и объективы. Помните, эффекта неопределенности на объективы. Кто достигает объективы? Менеджеры. Действия. Итак, риск и объективы. Вы всегда принимаете решения, based on the available information. Вы всегда принимаете решения, которые основываются на ценной информации, но это все неопределенно. Тем не менее, вы не знаете, понимаете вы правильное решение или нет, вы всегда встречаетесь с неопределенностью. И когда вы смотрите задачи, вы смотрите, насколько эффективно управляется задача. И тоже смотрите на ресурсы. Любой компания знает, что ресурсы ограничены. Что такое ресурсы? Это люди, деньги и время. И менеджеры делают это всегда, всегда, когда они принимают решения. И они думают, насколько правильно принимаются ресурсы. Здесь 5 рекомендаций, которые я вам предлагаю. Первая – это, конечно, ссылки на международный опыт. Я знаю, почему. Конечно, это, конечно, международный опыт отражает. Это хорошая основа для применения в управлении риском. И хорошее добавление к вашей уже существующей системе в управлении риском. Какие стандарты существовали до ISO 31000? Вы можете видеть много из них, и многие из них придут соответствия с ISO 31000. Вы знаете, что это я не пытаюсь рекламировать, но вы знаете, что эти КОСО находятся в стадии пересмотра. Я уже упоминал, что это международный признанный стандарт. Это один документ, который существует в 23 языках, который приведен на 23 языка. И вы видите, что сейчас страны, которые на данный момент приняли этот стандарт, национальный стандарт. И, конечно, вы видите, Россия, которая давно приняла стандарт и перевели на русский язык. Может быть, это не самый лучший перевод, и, может быть, он улучшен, и можете им в этом помочь. Что мы делаем в глобальном смысле? Что мы делаем в глобальном смысле? Это просто для того понимания о том, как растет количество членов стран. Где Россия? Ну, это на 25-м месте находится, с точки зрения членства. Это 410 мемберс, это датабейс о 55 000. И это число растет на 31% в год. Дальше я посмотрел на датабейс, и здесь есть список стран в России, которые социированы с нами. А, это компания в России, которые социированы с нами. Многие из них вы можете узнать о компании, которые в этом списке. Второе. Когда вы делаете риск-менеджмент, пожалуйста, используйте простую архитектуру. Ну, вот здесь это указано, что есть… Конечно, у вас уже есть ваша программа риск-менеджмента, но, может быть, есть необходимость их пересмотреть или… Очень важно. Не ограничивайте риск-менеджмент к процессу риска-менеджмента. Принципы. Это 11 принципов. Мы слышим очень часто, что риск-менеджмент должен создать ценность, он должен интегрироваться в процессы. Это часть принятия решений. На самом деле, это связано с риск-менеджментом. Это все… Это важный бизнес-принцип. Публичная или частная компания, любая ассоциация, они все согласятся с этими 11 принципами. Конечно, он будет интегрироваться на важные информации, на лучшие, доступные информации. Конечно, если у тебя нет достаточно информации, чтобы принять решения, значит, ты лечишь ресурсы, и решение откладывается. И что любое решение – это чистый риск-менеджмент. Смотрите, это некий инструмент. Это известный цикл Деминга. Это цикл непрерывного улучшения. То, что вы увидите в любом стандарте ИСО, вы найдете этот цикл. То, что все системы управления качества МИСО основаны на этом инструменте. Ну, значит, что вы должны и дефицировать, и анализировать, и оценить, и подумать, как с ним справиться. Это то, что предложено стандартом ИСО 31 тысячи. Конечно, вы об этом уже знаете. Третий принцип. Нужно привязывать риск-менеджмент к успешности организации, к ее успеху, к ее задачам. Как риск-менеджмент привязан, как он связан с вашей организацией? Как это аудиты, отчетность, принятия решений? И видите, что, конечно, есть много сотрудников вашей компании, которые связаны с обеспечением соответствия, с отчетностью, с аудитами и так далее. И, конечно, много потребуется усилий и обучение для того, чтобы риск-менеджмент был связан с принятием решения. Много непонимания было вызвано с КОЗО-ИРМ. У АППРКО-ИРМ в КОЗО-ИРМ в КОЗО-ИРМ. В КОЗО-ИРМ, в КОЗО-ИРМ, в КОЗО-ИРМ, в КОЗО-ИРМ, в КОЗО-ИРМ. Это как способ бороться борьбы с мошенничеством. Это не параллельная система управления. Если люди говорят, что у нас есть система риск-менеджмента, или мы намерены, намерены, готовы создать систему управления риском, что вы должны сделать — вы должны включить систему управления риском в существующую систему управления, систему менеджмента. До сих пор люди смотрят как некую такую схематичную игрушку на риск-менеджмент, хотя не связанную с производством. Это уже тот слайд, который я уже показывал, но у нас мало времени, конечно, вы должны идти быстрее. Здесь мы строим модель зрелости риска, смотрите на основные процессы, на инструменты и как ваша текущая программа, ваша текущая программа, ваша текущая программа связана с этим принципом. И, конечно, это очень важно, это обучение, это очень важно для меня и очень близко. Почему? Потому что, видите, многие люди спрашивают, что такое, как нам 31000 улучшить ситуацию и как, что мы можем с этим сделать, как это можно начать внедрять. Я могу детально объяснить, как каждый, 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 я могу объяснить каждый параграф в каждой, каждой фразе. Это небольшой 20-страничный документ, это небольшой. И, конечно, если вы присоединились к делу, который посвятил от себя Алексей, здесь в России, я думаю, что вы ошибите свои знания ISO 32000. Конечно, здесь есть экзамен, там 80 вопросов, и можете получить сертификат. Есть некоторые новости, которые я, когда распределил пусковой запрос в Гугле. И, конечно, немного сделано в России, надо посмотреть. Я действительно смотрю, что есть лидерство в обучении стандарта ISO 31000. Это наши группы, наши контакты, которые у нас есть сейчас, это наши представители, и многие люди, которые вы здесь видите, они делали презентации, выступали на нашем форуме. Алексей, это сертификаты, которые у нас имеются, и вы можете быть сертифицированы по стандарту ISO 31000. Вы можете стать, вы можете быть сертифицированным тренером. Это люди, которые уже получили сертификаты, люди, которые получили сертификаты, и есть несколько россиян, которые получили сертификаты вчера. Это те тренинг-сессии, которые мы проводили в разных странах. Это слайд, который показали вчера. Да, мы вчера вручили сертификаты тем, кто прошел курс. Изовсер支од annитирующиеся, которыеava, кстати, в России. Значит, они креп mex Субтитры подогнал «Симон»